Топик спицами с кокеткой из листьев. В последнее время понравились такие простые модели и решила связать этот топик. Он связан, кстати, на основе манишки с ажурными листьями, который понравился всем. Но я немножко еще пропустила ажур. Связала просто листья. И вот я набираю петельки на спицы. Сначала, как обычно, набрала 3 петельки. И сейчас я вам хочу показать набор при помощи полого шнура. Вот из первой петельки я связала 2. Одну за заднюю стенку, другую за переднюю. Вторую я просто провязала лицевыми. И сейчас я снимаю 3 петельки обратно на левую спицу. Справа у меня осталась одна петелька. Я вязание не поворачиваю. И с первой петельки снова вывязываю 2 петли. Одну за заднюю стенку, вторую за переднюю. Как потом оказалось, порядок можно изменить и будет даже удобнее. Сначала за переднюю провязать, а потом за заднюю. И 2 петельки провязываю просто лицевыми. Вязание не поворачиваю. 3 петельки снова возвращаю на левую спицу. 2 петельки остаются. Да, у меня 5 петель на спице. И снова из первой петельки вывязываю 2 петельки. 2 петельки провязываю просто лицевыми. Вот уже 6 петель. 3 петельки. Возвращаю обратно на левую спицу. 3 петельки остаются на правой. И первую снова провязываю 2 раза. Таким образом у меня каждый раз прибавляется по 1 петельке. И вяжу до тех пор, пока вот эта цепочка не достигнет нужной длины. И вот у меня все петельки набраны. Примерно я померила по горловине, чтобы голова свободно проходила. И сейчас я хочу рассказать немножечко, как сосчитать петельки нужные. У нас должно быть 8 раппортов. По 3 на спинку и перед. И по одному листочку на рукава. Поэтому у нас на спицах должно быть 120 петель. 8 раппортов по 15 петель. Если у нас больше петель, мы просто лишнее уберем. То есть провяжем 2 вместе лицевой. Через какое-то количество петель. Если меньше, то добавим. Из одной можно вывязать 2 петельки. Я смотрю, чтобы вязание не перекрутилось, чтобы не было петли наблюса. Отмечаю начало ряда булавкой. И первый ряд провяжу лицевыми петлями. Вот еще раз проверяю. Разделю примерно пополам, чтобы удобно было вязать. Делаю вот эту петлю, при помощи которой мы вяжем на круговых спицах. И начинаю вязать просто лицевыми петлями. Первый ряд я просто вяжу лицевыми петлями. И считаю, сколько у меня получилось петелек. Чтобы потом или добавить петли, или наоборот сократить количество петель. Первую и последнюю петельки ряда я провязываю вместе. Так получается красивый край. И начинаю вязать, убавляя петли. Потому что у меня получилось петель больше, чем 120. Я буду после каждой десятой петельки провязывать по 2 вместе лицевой. У меня примерно... Честно говоря, уже не помню, сколько. Вот я 2 вместе. Если бы не хватало, я бы вывязывала из одной петельки 2. Ну, просто прикиньте, чтобы равномерно по всему было. Не обязательно там точно до петельчик. А как получится. И так вот провяжу весь ряд. И вот этот ряд связан. Сейчас я хочу при помощи крючка сразу же соединить начало и конец ряда, чтобы все было ровненько, красиво. Потому что резинки у меня сверху не будет. Ничего уже надвязывать не буду. Это уже завершенный край у меня связан. Вот это полая резинка. Просто заправлю аккуратно в кончик нитки. и чтобы аккуратно было соединено начало и конец ряда. Этот хвостик потом нужно отрезать. Это у меня спинка. Здесь 43 петли. То есть петельки только листочков. По краям только листочков. Без вот этих дорожек. Сейчас я буду вязать росток. То есть укороченными рядами немножко повяжу спинку. Я свяжу 3 таких ряда. И каждый раз буду добирать по 2 петельки. То есть по 6 петелек с каждого края я сначала не довяжу. Петли спинки я отметила начало и конец булавками. И вот вяжу лицевыми петельками от первой булавки. 46 петель у меня на спинке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавляю субтитры создавал DimaTorzok Я не довяжу 6 петелек. 3 раза я буду по 2 добавлять. Вот у меня там осталось 6 петель до конца спинки. Поворачиваю вязание. Это у меня идет частичное вязание. Делаю накид чтобы потом дыречки не было и изнаночными петельками возвращаюсь к началу спинки ко второй булавке. Здесь я тоже не довязываю 6 петель. Поворачиваю вязание. Делаю накид и дальше вяжу лицевыми петлями. Довязываю до накида. Провязываю накид со следующей петелькой и провяжу еще одну петельку лицевой. Вот у меня осталось 4 петли до конца спинки. Поворачиваю вязание. Накид и снова вяжу изнаночную. И в конце точно так же добавлю 2 петли. Довязываю до накида. Накид провязываю со следующей петлей вместе изнаночной. Еще одну изнаночную. Там еще у меня 4 петельки тоже остаются. Поворачиваю вязание. Накид и вяжу лицевыми. Снова довязала до накида. Провязываю его вместе со следующей лицевой. Еще одна лицевая. Остается 2. Поворачиваю вязание. И снова вяжу изнаночные петли. Изнаночными петлями довязываю снова до накида. Накид провязываю со следующей изнаночной вместе. Еще одна изнаночная. Поворачиваю вязание. Здесь до булавки остаются еще 2 петельки. И вяжу лицевыми петлями. Снова довязала до накида. Накид вместе с лицевой. Провязываю вместе и еще одна лицевая. Последний раз поворачиваю вязание с этой стороны. Делаю накид и вяжу изнаночными. Вяжу изнаночными. Довязываю изнаночный ряд до накида. Провязываю накид вместе с изнаночной изнаночной и последний изнаночный. Поворачиваю вязание. Вот видите, у меня уже спинка приподнялась. Она длиннее переда. И начинаю вязать 8 раппортов узора. Я их подробно не буду показывать, потому что я этот узор разбирала, когда вязала манишку. Если хотите, то ссылка будет на экране. И просто буду вязать по кругу 8 раппортов. В первом ряду важно, чтобы ну это оно так и должно получиться, распределить, чтобы 3 раппорта было на спинке вот на этой возвышенной части. И остальное тоже распределится само собой по 2 листочка раппорта по 1 на рукавах и 3 на передней части. Вот как выглядит вязание на этом этапе. Видно, что спинка подлиннее, чем перед. И в следующем ряду, это второй ряд узора, я просто вяжу все петельки лицевыми. Я вяжу по кругу, поэтому изнаночных рядов нет. Это просто четный ряд, который вяжется по рисунку. в данном случае все петельки лицевые петли и накиды. И вот я выполнила накиды в листочках 10 раз, что у меня получилось. Здесь вот 10 петелек. На этом этапе можно отрегулировать размеры вашего будущего изделия. можно померить допустим на себе на том на ком вяжете, кому вяжете или просто разложить перевести на две спицы и разложить на поверхности и определить. Вот дальше у нас пойдет сужение листиков и расширение вот от этой средней части. У нас есть возможность откорректировать размер. Если вы померили и чувствуете, что размер маленький, вы можете продолжать увеличивать петельки в листочках. Если достаточно, то можно начать сужать листочки и вывязывать, расширять вот эту серединную часть. Полный листочек должен соответствовать ширине вашей кокетки. Поэтому я думаю вы здесь сможете сориентироваться стоит ли вам дальше вязать или нет. И сейчас вот я начинаю сужение листочков. Но это на схеме все видно. Две петельки вместе, две лицевые, накид, две вместе. Это все по схеме. Но дело в том, что я немножко схитрила и решила не вывязывать ажур между листочками. И поэтому я хочу сейчас показать, как это делается. Листочек вяжу просто лицевыми. Все эти петельки. Здесь вот накиды уже не провязываю. Вяжу лицевыми. Это так на схеме. потому что идет сужение листочка. Две последние петельки с наклоном вправо. Вот он листочек. Накид и сейчас я вот эти петельки еще листочек у нас. Две лицевые и снова две с наклоном вправо. Дальше накид. Я его выполняю таким изнаночным, что потом изнаночную петельку и три петельки лицевыми. Снова накид для изнаночной петельки и снова начинаю вывязываю следующий лист. Изнаночные петельки по краям листиков справа и слева я вывязываю вот накиды изнаночные делаю для того, чтобы листочки лучше выделялись на фоне лицевой глади. Были более такими объемными. В следующем четном ряду я вяжу все петельки лицевыми. В середине листочка накиды тоже провязываю лицевыми. Там где две петельки тоже просто лицевой и вот накид слева от листочка и затем справа вяжу изнаночной. Дальше в серединке у меня получается три лицевые. Здесь у меня будут расширения из лицевых и возле следующего листочка тоже изнаночная петелька и дальше лицевыми. отступление я показываю на схеме, где я упростила узор. Вот эта часть, которая была показана, Я ажурой вязать не стала, а просто лицевыми петлями. Вот сейчас заканчиваю вязание листа. Это нечетный ряд. И покажу эту упрощенную часть помедленными. Вот последние петли листочка. Две вместе лицевой с наклоном вправо. Дальше буду вязать изнаночную петлю. И так всегда на протяжении всей схемы. Сейчас вот после этой изнаночной накид и лицевые петельки. Снова накид, изнаночная и провязываем листочек. Я думаю, все понятно. Вяжется очень просто. Вот внутренняя часть у меня уже заканчивается. Листочка. Он сократился. Я говорю, листочками видно такое расширение. И продолжаю вязать. Накид изнаночная. Две вместе лицевой с наклоном влево. Две лицевые. Накид. И сейчас вот я среднюю петельку переведу вперед. Чтобы получилось, мне нужно провязать три петельки вместе. И я хочу, чтобы средняя петелька была сверху. Так, листочек будет красивее. И вот провяжу сейчас все эти три петельки вместе. Накид. Две лицевые. Две вместе лицевой с наклоном вправо. Изнаночная. Накид. И лицевые петельки для промежутка вот этого между листиками. Видите? Этот треугольник все расширяется с каждым рядом. Видите? Красивая такая внутренняя часть листа получилась с остреньким кончиком, листочком. И сейчас вот в следующем нечетном ряду, четное мы вяжем лицевыми. А здесь вот снова вяжу две петли с наклоном влево. И сейчас я провяжу все лицевыми. Потому что среднюю часть внутренней листочки я уже не вывязываю. А буду вязать только внешней. И снова изнаночная. Накид. Для расширения вот этого треугольника. И продолжаю вязать дальше. Вот я уже заканчиваю вывязывание внешнего большого листа. Накид изнаночная. Сейчас снова сделаю накид, чтобы количество петель не уменьшилось. И точно так же среднюю, на вторую петельку, переведу вперед. И провяжу сразу три вместе лицевой. Чтобы средняя петелька была поверх. Чтобы листочек был красивым. Краешек его остренький. Накид. Изнаночная. И накид. Так, чтобы я не провязала. Я пропустила накид для расширения вот этого треугольничка. И последний, завершающий ряд кокетки. Все петли я вяжу лицевыми. И лицевые, и накид, и изнаночные. Я померила топик. Кокетка у меня достаточной длины. Поэтому дальше я уже разделю вязание на части. И буду вязать отдельно рукава. Отдельно для туловища. Если у вас коротковатая, то можно просто провязать лицевой гладью. И вот я начинаю делить. Вот три листика и вот два промежутка. У меня будет на спинку. Я взяла другие спицы. И сейчас петли спинки просто пересниму на другие спицы. Здесь, наверное, надо было лучше пару рядов провязать лицевой гладью. Ну, и так тоже неплохо получилось. Вам просто на заметку. Здесь у меня рукав. Один листик и два промежутка между листиками. Вот он, видно, на диспетсе. Я тоже перенесла. И сейчас вот соединяю спинку перед и между ними наберу дополнительно петли для подреза. То есть для нижней самой части рукава. И одновременно этим самым я расширяю вот этот объем спинки, переда, вот для туловища. Я здесь набрала восемь петель. Но это неправильно. Я потом переделала. Я набрала двадцать петель. А вы определяете тоже примеркой. Когда вот я показывала, как можно примерить, перенеся на две спицы. Когда вы померите, то будет понятно, чем удобен этот способ. Что можно прямо или на человеке, или в сантиметрах померить, сколько не хватает и набрать достаточно количество петель. И вот я соединила перед спинку в одной части. И просто вяжу лицевой гладью. Дальше у меня будет все лицевая гладь. Я решила не перегружать кофточку излишними узорами. И в результате получился простой и красивый топик. И вот я вот видно рукав уже отдельно. Такого вот размера здесь вот идет перед три листочка и здесь спинка тоже три листочка. два, три. Спинка заканчивается спинкой, перед заканчивается и начинается листочками. А вот эти треугольники идут на рукава. Я переснимаю петли второго рукава тоже на другую спицу. вы смотрите ориентируйтесь как вам удобно какими на петли переснимать. Вот у меня второй рукав. Я точно так же набираю петли для подреза сколько надо. У меня я повторяю 20. Метраж моей пряжи где-то 250 метров на 100 грамм. Это мягкий такой итальянский хлопок стоковый. Ниточка понравилась только неудобно что она не скручена и немножко разделяется во время работы. Вот как видите. А так очень приятно мягонькая ниточка. и вот сейчас вяжу лицевой платью. Просто буду вязать полотно на нужную длину. Вот все мои разделенные части. Рукава на отдельных спицах и туловище на третьих спицах. Сначала буду вязать туловище, потом обвяжу рукава. Вот я связала уже такую длину и буду дальше вязать кисенькой. На двух спицах так удобно мерить. Вязать мне было на двух неудобно, поэтому я вязала, перевела на одни. А сейчас вам просто покажу, как можно вязать двумя спицами. Вот я взяла один и тот же конец спицы, которая вязание разделено пополам две спицы. И вот я вяжу по сути одними спицами. Довяжу до конца петли на этой спице и потом отпущу эту пару спиц петли на середине, чтобы не убежали и буду вязать на второй паре. Вот я довязываю петли на этой спице на первой допустим. И ее оставляю. Видите, перевожу на середину, беру вторую спицу. Вот один конец этой спицы и вот второй конец. Наверное, трудно понять, полотно я старалась показать. И вот я вяжу, буду вязать. Вот та у меня спица осталась, а эти, этими двумя концами я буду вязать полотно. Но вязала я все-таки одной спицей. этот способ мне не понравился. Он в каких-то других, вот особенно когда померить еще, я просто вам показала, как это делается. И сейчас вот я связала достаточную длину вниз топика и вяжу резинку просто одну лицевую, одну изнаночную. Я не измеряла ни высоту в сантиметрах, ни в рядах. Вяжите столько, сколько вам покажется красивым, гармоничным. Если вы увидели, что топик коротковат, то можно удлинить за счет резинки. Резинку связать подлиннее. Каждую десятую петельку я провязала с соседней, чтобы внизу резинка была как бы немножко поуже, чем основное полотно и хорошо сидела на бедрах. Провязала сколько нужно рядов и закрыла петельки. И сейчас буду обрабатывать рукава точно так же. Беру свободный конец спицы и поднимаю петельки, чтобы связать по кругу. петельки вот когда все петельки подняла, присоединяем ниточку и начинаем вязать сначала как бы ствольно провязываю, чтобы ниточку закрепить хорошенько. Я вязала сразу резинкой, тоже один на один. Одна лицевая, одна изнаночная. Но когда связала, подумала, что тоже несколько рядов можно было провязать лицевой гладью. Хотя и так получилось неплохо топик летний. Длинный рукавчик ни к чему. Вы тоже здесь выбирайте сами. Здесь уже просто от вашего желания, от того, как выглядеть будет. Хотите, чтобы выглядел в топе. После стирки все разгладилось, разровнялось и получился такой вот легкий красивый топик из хлопка. Продолжение следует...